МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сообщает городской департамент транспорта, автобусы маршрутов 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47 и 50 проследуют со всеми остановками. Время работы основных маршрутов будет продлено до 22.30. С 1 июня в Самаре начнет работать новый льготный автобусный маршрут номер 83, сообщают в телеграм-канале городского Дептранса. Он обеспечит транспортную доступность поселка Жигулевские сады, стадиона «Солидарность», «Самара-арена» и Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В прямом направлении автобусы проследуют через улицы Ташкентскую, Московское шоссе, Дальнюю, улицу Арена-2018, второй проезд. В обратном направлении через улицу Арена-2018, восьмой проезд, девятый проезд, двенадцатый проезд, Московское шоссе и улицу Ташкентская. С 6.00 до 22.00 на маршруте будет работать 4 автобуса. Интервалы движения составят 15-20 минут. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии объявили конкурс на лучшее название деревянной скульптуры. Одну из полян парка облюбовало целое семейство зайцев. Фигуры выполнены при помощи техники резьбы по дереву. Мастером Сергеем Ключниковым. Теперь скульптурной композиции предстоит дать имя. За лучшее название победитель получит 4 билета на аттракцион «Колесо обозрения». В парк имени Юрия Гагарина. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Ответы нужно оставлять под постом в телеграм-канале. С 4 по 7 июня Самарская областная детская библиотека проведет 10-й юбилейный фестиваль детского чтения «Страна читающего детства». Информируют в телеграм-канале советского района. В рамках фестиваля пройдут встречи с известными детскими писателями. Мастер-классы. Конкурсы не только для детей, но и для родителей, педагогов, библиотекарей и всех, кто заинтересован в продвижении детского чтения. Откроется фестиваль в кинотеатре «Художественный» с летом лидеров чтения со всей области. Основная программа пройдет в Самарской областной детской библиотеке на улице Невской, 8.